Ребята, привет! С вами Игнат. Начинаем новый влог. Я отправляюсь немножко погулять над семеизом. Сегодня 18 марта. На улице у нас минус 2. В полном обмундировании. Не хватает только подштанников на теле. И на тельника полностью бы... Ну, это я утрирую, конечно. Ну, тепло в зимней одежде. Ночью сегодня вообще температура опускалась минус 5 было. Это вообще юг или не юг? Закрадываются такие у меня мысли в голове. В общем, иду я сейчас... Знаете, куда? Над семеизм есть вершина. Я ее как-то во влоге вам показывал. Там крест. Она прям совсем над семеизмом. Хочу туда сходить погулять. Называется Илюха, говорит, с вершины Петра. У меня все святого. Хочет прям вырывается. Хочется сказать святого Петра. Святого Ильи вообще. Я Илье позвонил, говорю, как называется эта вершина святого Ильи? Он смеется, говорит, Петра. Ну и в общем это. Хочу туда пойти. Это прям вообще возле семеизма. Поснимать красивых кадров. Я надеюсь, что вы уже этот ролик посмотрели. Он был в воскресенье. Если же не посмотрели, зайдите на основной канал, если у нас Ютуб еще работает. И посмотрите. Вот. В общем вот такие пироги. Сейчас я вам предлагаю вернуться на пару дней, когда мы с Илюхой гуляли. И была погода тоже так себе. Но сегодня хотя бы солнышко. Тогда и солнышка не было. Ребят, в общем сейчас мы зашли в магаз по собственным делам. И в этот, где порошки, в такой бытовую химию. В общем полки полупустые. Я спросил у продавца. Вы ждете новую поставку? Она знаете, что говорит? Ну, я, говорит, ничего сейчас не покупаю, чтобы допродать весь товар, который был куплен до поднятия. По старым ценам. А на оптовках, говорит, сейчас такое, все в два раза дороже. В общем, говорит, я немножко подожду, пока там цены. Все равно они, говорит, спадут. Потому что она сказала, если она купит, то потом в обыдок будет. Да, они все равно, говорит, спадут по-любому. И куда, говорит, у меня будет минус потом. Про 2014 год рассказывает. Да, она сказала, что в 2014, ну продавец, женщина, говорит, в 2014 году было точно так же, прям один в один. Тоже, говорит, пару недель выждала. Месяц. А, месяц, да, она сказала. Выждала, и все она упала. Да, цены упали, она говорит, все, я закупилась. И старые остатки все допродала. И никакой убыток, и людей не шокировало. Да, так просто получается в два раза минус уходишь. Да, вот сейчас, допустим, пачка порошка стоила на 50 рублей, а стала 100 рублей. А через месяц она будет на закупе стоить, ну так же не будет, ну 60, допустим, она будет. Все равно 50 она уже не будет стоить. А разница 40 рублей, да, свежая поставка пойдет уже по 40, ну по 60 рублей. А у нее вот по тем ценам закуплены. Поэтому она все допродает, в принципе, нормально. И все-таки нас не шокирует такими ценами. В принципе, в магазинах тоже, я вот заметил только по бананам, что бананы подорожали. Они были 120, остались 150. А так? О, а здесь он крыльцо ремонтирует. Он все разбирается, слава. А вон там я думал, что отвалилось кусок, а это оказывается ремонт. Вот, опять-таки, видите, подтверждение, что люди не кипишуют. А-а-а, все, все, конец, никого не будет, не будем делать ремонт, будем, сядем, ручки свешаем, и все, будем ждать конца света. Все равно все приводится в порядок, всех ждут. И не надо пессимизма. Вон, как у нас красиво. Вечно зеленый Семейс. Ребята, в общем, я пофотографировал, все в Телеграме я скину, кто будет писать, Ялтинская администрация, фотографии есть. И реально сейчас Илья просто говорит, проблема не только в том, что здесь фотографируется и портит весь вид эта табличка. В Семейс приезжает дофигища художников, которые сидят и пишут эту глицинию. И они ее реально пишут с начала мая, блин, и до середины июля. И как вот это вот, реально, надо просить, чтобы они ее, и даже не туда убрали, не знаю, куда-нибудь, вообще-то, зачем. Понятно, какая здесь может быть информация, что это аллея Семейса, ну и так все понимают. Да, в принципе, вот где афиша, туда где-нибудь ее и приколхозить. Ну, блин, не возле старых колонн, это вообще. И вот здесь никакой торговли не надо, потому что то же самое. Ой, нам думать надо, да, как будто одним. Проспект, знаешь, как выглядит. Как? Погода сегодня, Питерская. Мокрый. Ребята, ну посмотрите, он даже тут не оттаивает, не растаивает. А ты, кстати, Илюха фотал, что розы распускаются. Вот здесь же фотал, да? На первой, помню. А вот, смотри, тоже уже начали распускаться, ребят. Все, пошли, ага. Вот начало. Я, ребят, в сапожках. Да, Илюха говорит, лабутены свои одел. Холодно, прям реально. Холодно. Я даже на шапку еще одел капюшон. Илья гуляет с ушами. Мне всегда холодно. Норильский, Никелевский. Ребят, я все хотел показать. Смотрите, как Диву отремонтировали. Сами жильцы отремонтировали. Поштукатурили, покрасили. С этой стороны еще не до конца ремонт завершили. Но всю ее, там где была штукатурка, покрыли новым слоем. И тоже будет красиво. Ребят, мы зашли до котиков. Смотрите, товарищ Пушинка сразу обрадовалась. Папка пришел. Папка. О-о-о. Близнецы полезны. Ну да. А-а-а, довольны, довольны. Это рыбаки им, наверное, приносили рыбу. Нет, это вот бакланы накакали. Вот так пахнет. Пушинка такая жирнюшка, кажется. А где мать? А где другие дети? Чайка. Чё, к морю? Идем тут потрогаем температуру. Пещеру, говорит Илюха, пойдем проверим. Котики же там в пещере. Сидят, греются. Там сухо, хорошо. Вон, увидел еще Илюху. Тепло? Ага. Сейчас камера сразу запотеется. Ну не так, как тут раз. Ветро. Все равно тепло идет. Сейчас листоплое тепло. А, не, все равно запотело. Что? Вон он, Илья. Вон он, вон он, вон он. О-о-о. Еще одна бежит. Ага. Услышали своего папку. Можешь рассказать, что ты сейчас будешь делать на пляжах. Илья. Не говори именно то, а окунаться в детство. Илья говорит, сейчас будем, он батон купил? Говорит, сейчас будем есть свежий батон, говорит, скажи подписчикам, чтобы как в детстве ты купил резиновые сапоги одел, будем мы есть батон на пилорезиновых сапогах гулять. Ты раньше из магазина шел, а ты половину потом еще едал. Ой, блин, как холодно. Капец, зашо ж такое. Ужас. Сейчас горы покажу вам, ребят. Ага, покажу, ой, их и не видно, блин. А, он проявляется немножко. Штормит вон внизу. Ой, даже руки мерзнут, я в перчатках. Вот держу камеру, через перчатки мерзнут руки. Что же за такое? Ты отсюда меня снимал, да? Там в Телеграме есть видос. Илюха меня снял, как я там шоу-влог снимал. Телеграме есть, можете посмотреть. А, я и в Инстаграм добавлю. Царица. Илюха говорит, снимай царицу. А царица с женихом. Даже видно, что царица девочка, а это мальчик. Мы уже внизу практически. Сейчас, ребята, я буду тестить сапоги. Блин, а как я их буду тестить? Такие волны сильные. Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. Смотри, какие волны. Посередине. Снимай перчатку. Ломай. Па-па-па-па-па-па-па. Я немножко. Опа. Что ты будешь делать? У меня руки замерзли. Аж не шевелится. Опа. Спасибо. На море хлеб. На море хлеб. Сейчас еще в море сапогах резиновых. Угу. Сейчас еще молочка. Блин, капец. Как я тестить буду? Ну что, ребята, тестим. Тут, короче, такая фигня. Вот это все белое. Покажи, Илюх. А! Оно начало облазить, как будто это, ну, фиг знает что. Сейчас я в море залезу, и все это белое слезет. Девятый вал. Ноги хотя бы помочить. Ладно. И так пойдет. Сегодня просто, ребята, не очень подходящая погода, чтобы обмывать сапоги в море. Но все равно обмылись. Илья хочет чай кормить. А мы к лягушатнику идем. Я говорю, Илюхи, пошли в лягушатник. Я там ноги по полощу. Ну давайте. Налетайте. А этот тоже за нами пришел. Этот хлеб не ест. Этот привык, что ему тут рыбка перепадает. Мы ему хлеба дали. Не стала есть. Так, ребят, ну что? Мне надо, чтобы эти белые мои отмылись. Надо мне в море гальки. Видите лохмотье? Белая краска. Вот так вот красоты они наделали, что она как в сопле висит. Ладно, отлезет. Просто я говорю, я теперь буду, как дети в море, по морю ходить. Я еще Илье говорю, если увидишь где-нибудь детей прыгающих в лужи, я с ними буду прыгать. Илья говорит, как ощущения, чувствуется холод? Нет, пока не чувствуется. Там вот эта теплая прослойка есть. Пока что нормально. Хочу я глубоко. Там у меня вот эти вот надо, чтобы они слезли. Сейчас как я тут распластаюсь, камни скользкие. Ну, короче, пока еще торчат эти белые. Ладно, черт на них. Мне еще, ребята, знаете, там пишут, после того, как я в сториз выкладываю погоду, что у нас сегодня там минус 2 или минус там 5, допустим. Мне пишут, а ничего, что у нас там где-то, ну, где-то, где-то, чуть ли не в Сибири, минус 10 или минус 15. Типа, твои минус 2. Народ просто не понимает, к чему я это выкладываю. Я аж это выкладываю к тому, что я не в Сибири, я на юге. И за что мне это минус 2? Я знаю, что там на юге. Я вообще из Норильска. У нас в мае месяце, мы на выпускном в июне в Куртках, снег шел на мой выпускной, шел снег. Это июнь месяц был, середина практически. Так что не мне рассказывать, какая погода там. Я же к тому-то и говорю, что я на юге. Какая там погода в Сибири, это я знаю не по-слышке. А для меня то, что здесь такая хреновато, не, она, конечно, меня не удивляет, потому что я первый раз все это вижу. Ну, я ожидал, что в марте уже в футболках, чуть ли не в футболках будем ходить. Ну, год тоже на год мне приходится, поэтому... Ребята, очень красивую тоже я локацию эту нашел. Хорошо, что я сюда пошел к кресту. Вот он, кстати, крест. Может, кто-то не посмотрел этот ролик, хотя зря не посмотрели. Переходите на основной канал и смотрите, если там все работает. Еще у нас такое сзади красивое море. Сюда может подняться... Ну, ничего сложного. Я к тому, что сюда подняться сможет любой. И даже если вдруг погода будет некомфортная, некомфортная, имею в виду, что сильно жаркая, и там кто-то не захочет идти на Шанкаю, вот я себе еще одну локацию нашел. У нас здесь просматриваются офигенно горы. У нас здесь просматривается офигенно море. Если вот на этот камешек сесть, так вообще будет красота. А панорамы у нас вот такие будут. Там, если даже что-то где-то вот такая вот постройка будет, да и хрен бы с ней, все равно горы, красота. И вот это очень нравится, посмотрите. Вообще шикарно. А если здесь сесть и с видом на море, скажите, снизу можно, чтобы даже семииз видно было. Можно сделать так, чтобы семииза не было, видно только море. Можно, чтобы кошка виднелась в кадре. Здесь еще вот, я говорю, бесстыдница, похоже, растет. Она вечно зеленая. И можжевельничек есть. И вообще суперские панорамы для фотографирования. Вот поднявшись сюда, мы получим все виды Крыма. И горы, и море, и поселок, и без поселка. Просто кайф. Смотрите, ребята, прям все по канонам. На северной стороне мох. Снег на северной стороне мох. Интересно, так? Здесь хорошо, ветра нет. Сторисов в Инстаграм наснимала. Что-то я такой думаю, я же это сообщество, это свое блогерское, фотографское, начал тоже вести. Да е-мое. Думаю, что туда тоже все эти сторисы надо грузить. Кто в УК там, на меня еще не добавился. Потому что реально... А, ну добавляйтесь, потому что реально... Как сказать? Ну не всем удобно. Эти VPN-ы, кто-то вообще не понимает, что такое VPN-ы. Слышит, наверное... Блин, за все цепляется. Слышит, наверное, люди слышат, не понимают, про что речь идет. Поэтому добавляйтесь в ВК. Я туда фоточки тоже выкладываю. И сторисы буду выкладывать. Красивая вот эта стена тоже. Какие здесь фотосессии. Здесь вот где-то на камешке присесть. И вот тебе совсем вот такой вид будет. И море. Вообще шикарное место. Конечно, хорошо, что я сюда пошел. И все сам посмотрел и проверил. Фотосессии будут здесь. Обалденные. А тут, ребята, смотрите. Такая ну, низина. Тут вообще нет ветра. И вон какие хвойные. С моими любимыми огромными иголками. Ялтинская трасса. Блин, ребята, реалее. Как я в ролик это сказал. И во влог тоже скажу. Как вот это вот все вижу. У меня сразу в голове Тара-та-тон, тара-та-рон, тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара. Где-то на белом свете. Там, где всегда мороз. Я всегда, когда вижу вот эти горные дороги, у меня эта песня. Она у меня автоматически из подсознания начинает в голове проигрываться. Ну что значит, да? Шурика сняли в нужном месте в Крыму. Какая у нас ассоциация. Надо, кстати, пересмотреть его. Точно, Шурика глянуть, наверное, именно вот эту, кавказскую пленницу. Берегите природу от пожара. Вот здесь я сейчас был. На этой скале. Блин, она такая маленькая отсюда кажется. Хотя вот я рядом с ней. Оттуда все такое большое. В обложек тоже подсниму этих панорам. Красивейших. О, с другой стороны у них стала печка топиться. Видите, там слева труба и справа труба. Я в ролик снимал. А, и с той стороны тоже дым еще немножко идет. Может там пчелы у них подростка. Видите, там как пасека. Это как вообще, как пристройка. Две печки люди топят. Смотрите, ребят, сколько семян. Он аж лежит от тяжести веток на полу. Вон, видите. Прикольно. Гроздьями прям такие семена. Класс. Все, я спустился. У нас, ребят, тепло. Я говорю, как там у меня руки замерзли. Как у меня там все замерзло. Нос даже замерз. Тут все-таки чувствуется, что ты ближе и ближе к югу. Наверное, если к морю спуститься, так вообще там будет жарища. Шучу, конечно. Но все же. Что тут, казалось бы, два шага. Тоннель наш семейский. Как мы тогда с Люхой, с кошки бежали. Пошли что-то мы с Люей снимать. Прям жарко было. Внезапно налетели туча. Мы на самом верху, мы еще думаем, ну не будет же сильно дождь, переждем. Стояли, ждали, он усиливался, усиливался. И у нас с техникой у него, и у меня было принято решение, что надо бежать вниз. Вот так вот мы свои рюкзаки обняли. Себя пофиг. Лишь бы камеры были сухие. Пробежали вниз и вот здесь вот стояли. Потому что до такой степени, блин, лило. Что ж, вот здесь река была. Такое, короче. Был бы у нас один раз. А, мы тогда снимали, по-моему, про это. Про пещеру семейскую есть. У меня ролик. Но мы его, конечно, в другой раз сняли. В этот раз не удалось. Ребят, вечер, 18-е. Чай пью. У меня, как всегда. Сейчас сидел, монтировал влог, и я там все. Руки замерзли, руки замерзли, руки замерзли. Мне всегда мерзнут руки. У меня даже дома руки замерзли. В общем, какие новости хреновости. Сейчас по всем телеграм-каналам пошли слухи, что, типа, к концу следующей недели все-таки про YouTube прикроют. Сегодня, кстати, годовщина крымской весны. Сегодня праздник. А я, честно говоря, Instagram же, сторисы у меня работают через раз. То работают, то не работают. Загрузки так же. И знаете, вот это вот, я наверх ходил, днем что-то я делал. VPN не включал, не заходил в Instagram. И вот что значит нету Instagram и даже не в курсах, что происходит. Я вообще... Я слышал, что этот день вот-вот должен быть. Но то, что он сегодня, до меня вот только дошло, когда я сейчас вечером уже спустился за гор, включил VPN, смотрю Полину, все запостили. Все поздравляют крымчане. Вот. Знать бы не знал. Ну и это. В общем, про Instagram говорят, что к концу следующей недели все-таки, опять-таки, это я в сторисах увидел. Наверное, прикроют. Я там, давай, сразу же ссылки в YouTube везде раскидал. Если вы не добавились еще, добавляйтесь в Telegram или VK, куда удобнее. Потому что, ну, я так думаю, что все-таки я в VK буду выкладывать. На Яндекс.Дзен я всегда, ребят, выкладываю. Вот это вот вообще прям по умолчанию туда. Ссылки у меня в Яндекс.Дзен уже года два на мой Яндекс.Дзен. Девятнадцатый, двадцатый, двадцать первый. Я в девятнадцатом году начал уже, двадцать второй, уже четыре года. Как ссылка у меня в описании на Яндекс.Дзен. Туда я все ролики тоже гружу. И туда буду грузить. И на VK буду грузить. Ну, я так думаю, что даже если через VPN не будет получаться выходить на YouTube, в первую очередь буду делать, наверное, на VK. Ой, такое, конечно, с этим совсем привычный нам образ жизни. Посмотрим, кто его знает. Может быть, и все хорошо будет. А может быть, и через VPN будем смотреть. Потому что, вот честно, я, я даже не хочу... Ну, там в высоком сегодня опрос проводил. Как вы будете смотреть, если YouTube все? ВК, Дзен, Рутуб или через VPN? Я нажал через VPN, и это большинство, там 70%, по-моему, из всех опрошенных, сказали, что буду смотреть через VPN. Потому что я не знаю, что ВК смотреть, как ВК смотреть, где этих авторов искать, которых я смотрел. Честно говоря, половину там украинских техноблогеров я смотрел. Розетку там техноблогеров. А, Машу Себову путешествие, Путкушкина путешествие я смотрел. Не знаю, как на ВК. Ну, вот это, допустим, да, хорошо, что я вас позвал. Если, допустим, вы действительно там смотрите меня, вы придете в ВК и там будете смотреть. А эти куда все денутся? Ну, украинские явно там ВК никуда не в Дзен и не пойдут. А остальные... Хрен его знает. Че будет фиг знать. На этой оптимичной ноте мы закончим влог. Спасибо, что его посмотрели. Подписывайтесь на канал, лайкайте видео. С вами был Игнат. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok